Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем с вами исследовать тему о Другом Утешителе во свете миссии Великого Ангельского Воинства, которая открыта на страницах Священного Писания и Духа Пророчества. В этом видео мы с вами рассмотрим несколько ключевых терминов, относящихся к теме о Другом Утешителе. Эти термины мы упоминали в предыдущих видео, однако в этом видео мы более глубже их рассмотрим на уровне греческого оригинального текста. Итак, я хочу обратить ваше внимание на текст из Евангелия от Иоанна, 15 главы, 26 стих, в котором Иисус говорит о Другом Утешителе, называя Его Дух Истинным. Этот же термин мы с вами встречаем также в произведении ученика Иоанна, в его первом послании, в 4 главе и в 6 стихе. Этот же термин Дух Истины. Мы уже с вами рассматривали этот отрывок в одном из наших предыдущих видео, поэтому в данном видео мы не будем его рассматривать. Я оставлю ссылку под видео, где все желающие смогут пройти и посмотреть разбор непосредственно этого отрывка. Но мы с вами исследуем вот этот термин Дух Истины. В русском языке этот термин вот здесь и вот тут он идентичный, за исключением заглавной буквы. О ней мы тоже скажем несколько слов после того, как рассмотрим этот термин. Итак, давайте посмотрим, как этот термин выглядит в греческом оригинальном тексте, вот в этом отрывке из первого послания Иоанна. Итак, внимание на экран. Итак, первое послание Иоанна, 4 глава, 6 стих. Посему узнаем Дух Истины и Дух Заблуждения. Итак, вот наш термин. Через это узнаем Дух Истины, то есть топнеума тес алэтеяс. Я знаю, что многие наши слушатели не знают греческого языка, поэтому я вас прошу, запомните, пожалуйста, визуально. И также запомните, как звучит этот термин. То пнеума тес алэтеяс. То это артикль, относящийся к слову пнеума Дух. Алэтеяс означает, переводится на русский язык как Истина, а тес это артикль, который относится вот к этому слову алэтеяс. Звучит этот термин полностью так. Топнеума тес алэтеяс. Дух Истины. Итак, вот так вот выглядит этот термин в первом послании Иоанна, 4 главе, 6 стихе. В котором сообщается этот термин в связи с служением ангелов, так скажем. Теперь перейдем в Евангелие от Иоанна к этому же термину, Дух Истины, который Иисус отнес к другому утешителю. И рассмотрим, как выглядит этот термин в греческом оригинальном тексте. Итак, внимание на экран. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. И вот он, значит, Христос говорит, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины. И вот мы встречаем этот же термин. Дух Истины. То пнеума тес алэтеяс. Тот же самый термин, который записан в первом послании Иоанна, в 4 главе. То пнеума тес алэтеяс. Давайте убедимся в этом еще раз. Вот в первом послании Иоанна мы видим то пнеума тес алэтеяс, Дух Истины. А теперь еще раз, значит, 15 глава Иоанна, 26 стих. То же самое. То пнеума тес алэтеяс. Итак, дорогие друзья, мы видим и убедились и удостоверились в том, что термин Дух Истины, топнеума тес алэтеяс, которым апостол Иоанн определил другого Утешителя в словах Христа, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 26 стихе. Этот же термин апостол Иоанн использует и в своем первом послании, в 4 главе, в 6 стихе, в отрывке, описывающем миссию ангелов, относящимся к ангелам. Этот же термин, слово в слово. Но единственная разница заключается в том, что здесь он употребляется с большой буквы, а здесь он употребляется с маленькой буквы. Хотя в греческом тексте нет большой буквы, и они абсолютно идентичны. Но почему синодальные переводчики этот термин здесь записали с маленькой буквы? Дело в том, что они увидели, что этот термин описывает или относится к служению ангелов, и так как это не увязывается с их доктриной тринитарной, с их учением о Боге, Духе, Святом, учением о том, что другой утешитель – это Бог, Дух, Святой и никак не связан с ангелами, то поэтому они взяли и записали его здесь с маленькой буквы. А вот тут с большой. И вот это и есть очень наглядный пример того, как доктрина может влиять на перевод, на комментарии, и вообще на богословие, на учение, на труды людей, которые учат истине. Поэтому мы должны максимально освободиться от всяких догм, когда мы приступаем к исследованию Писания и стараться быть максимально объективными. Итак, мы рассмотрели вот это сравнение и убедились, что в обоих случаях на уровне греческого оригинального текста термин «дух истины» применительно к ангелам и применительно к другому утешителю, выглядит и звучит абсолютно идентично и абсолютно одинаково. Это один и тот же термин. Искренний исследователь слова и человек, ищущий истину, и не может не обратить на это внимание. Ниже мы рассмотрим другие важные параллели. Итак, следующая параллель, которую я хотел бы вам представить относительно другого утешителя, также касается текста из Иоанна 15 главы 26 стиха. И мы его рассмотрим во свете другого текста, который записан в книге «Откровения» в 22 главе и 16 стихе, где мы читаем «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Вот это вот выражение мы исследуем во свете вот этих слов, где Иисус говорит «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Итак, мы сконцентрируем наше внимание на вот этих словах «Пошлю» и «Он будет свидетельствовать». Этот термин мы уже рассматривали, но его тоже немножко упомянем. Но основной фокус сделаем на вот этих двух словах. Итак, Христос говорит «Я пошлю». А здесь Иисус говорит «Я послал». Вот давайте посмотрим, вот это «послал» и вот это «пошлю» является ли это идентичными словами. Это очень важно понимать. Вот начнем рассматривать это из текста, записанного в книге Откровения, 22 главе. 16 стих «Я, Иисус, послал ангела моего за свидетельство». Итак, вот это слово «эпемпса». «Я, Иисус, эпемпса», «послал», «тон ангелом», «послал ангела моего». Итак, давайте посмотрим исходное значение этого слова. Для этого кликнем на него, потому что многие наши слушатели не знают греческий язык. Поэтому посмотрим его вот в этом информативном окне. Итак, это слово происходит от глагола «пемпо». Номер стронга, запомните, 39,92. Значение «посылать», «отправлять» является синонимом слову «апостелло», от которого происходит слово «апостол». Итак, вот это слово в книге Откровения, 22 главе и 16 стихе. Вот это слово мы с вами рассмотрели. Теперь мы рассмотрим слово «пошлю», «я пошлю» относительно утешителя в Евангелии от Иоанна, в 15 главе и 26 стихе. Внимание на экран. Когда же придет утешитель, которого я пошлю? Вот, «эго», «я», «пемпсо» – то же самое, абсолютно то же самое слово. И мы сейчас, ну, чтобы наши слушатели, которые греческий язык не знают, убедились в этом, посмотрим его исходное значение вот в этом информативном окне. Итак, вы видите, да, тот же номер, 3992, глагол «пемпо» – «посылать», «отправлять» – синоним слову «апостелло». Итак, мы видим, что там, где Христос говорит «я пошлю вам Духа Истины», другого утешителя, это же слово используется и здесь, где Иисус говорит «я послал ангела моего». Теперь посмотрим слово «засвидетельствовать». И вот тут вот тоже относительно утешителя сказано, что он будет свидетельствовать о мне. Итак, внимание на экран. Значит, относительно другого утешителя здесь используется слово «мартиуресей». «Мартиуресей». Что оно означает? Сейчас мы опять кликнем по этому слову и посмотрим диалогов в информативное окно. «Мартиурео». Значит, «мартиурео». Глагол «мартиурео». Номер стронга 3140. И означает «свидетельствовать», «удостоверять», «подтверждать». Теперь рассмотрим это же слово в книге «Откровения», 16 стихе 22 главы. Здесь мы видим слово «мартиуресей». «Мартиуресей». «Послал ангела моего засвидетельствовать». «Мартиуресей». То же самое слово. Чтобы наши слушатели убедились в этом, мы кликнем по нему и посмотрим его значение в информативном окне. 3140. «Мартиурео». «Свидетельствовать», «удостоверять», «подтверждать». Итак, мы видим, что апостол Иоанн использует те же самые термины, те же самые глаголы и определения, которые он использует по отношению к утешителю, в словах, которые Иисус произнес по отношению к утешителю, и в словах, которые Иисус произнес по отношению к ангелу. Мы видим, что Иисус посылает ангела, и Иисус обещает послать Духа Истины засвидетельствовать. Одинаковые термины. Насчет Духа Истины, в принципе, он здесь тоже есть. Вот этот ангел, он и является вот этим Духом, о котором говорится в следующем стихе. Он послал его засвидетельствовать. И вот тут Дух и Невеста. Невеста – это город, то есть то, что Бог нам предложил. Они говорят «приди», то есть нас ждут. И вот этот вот ангел, вот он здесь Дух. Это тот же самый Дух Истины, о котором упоминается здесь, с этими же словами. Итак, вот такие параллели мы видим в этих текстах, на которые искренний и честный исследователь не может не обратить внимание в рассмотрении данного вопроса. Следующая параллель, которую я хотел бы с вами сейчас рассмотреть, относится к тексту, который записан в Евангелии от Иоанна, в 16 главе и в 13 стихе, где Иисус говорит «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что термин «Дух Истины», используемый здесь по отношению к другому утешителю, это тот же самый термин, который используется по отношению к ангелам. «ТО ПНЕУМА ТЕС АЛЭТЕЯС». Помните, да? Точно такой же термин. Но в данном случае мы с вами параллель будем проводить относительно вот этих двух слов. Понятие, что Он наставит вас на всякую истину, поэтому Он и называется «Дух Истины». Он – Дух Истины, потому что Он наставляет на всякую истину. И то, что Он будет говорить не от себя, но от моего возьмет и возвестит, и будущее возвестит. Вот эти два понятия мы с вами сейчас рассмотрим. И рассмотрим интересно. Мы рассмотрим, кто же на практике осуществляет вот эту миссию другого утешителя. Как она описана на страницах Священного Писания. Для этого мы пойдем в Ветхий Завет, в книгу пророка Даниила. Можно начать, допустим, с восьмой главы, где дается видение о 2300 вечерах и утрах. Вот здесь мы читаем с 15 стиха. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его. Вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». Итак, голос Божий, я верю, что это голос Христа, он обращается к ангелу Гавриилу и просит его объяснить это видение Даниилу, который его не понял. И вот это вот «объяснил» в принципе как раз-таки заключается в том, что Дух истинный, Он наставит вас на всякую истину. Давайте посмотрим сначала, кто такой Гавриил и что о нем говорит Слово Божие. Мы видим, что Господь использует его как своего слугу и как своего личного представителя. То есть Он просит Гавриила объяснить, то есть получает ему какие-то важные поручения как своему представителю. Далее, давайте посмотрим, что сам Гавриил говорит о себе в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 1 глава, 19 стих. И сказал ему в ответ, значит, это история с Захарей, когда он проявил неверие на ту вещь, которую ему Гаврил принес. То есть Гаврил... Одну секунду, сейчас он сфокусируется. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовествовать тебе сие. Итак, вот это выражение, что он предстоящий пред Богом, оно свидетельствует о его очень высоком положении. В принципе, об этом и Дух Пророчества тоже говорит. То есть Он предстоит пред Богом. Дух Пророчества сообщает, что Он является следующим после Христа. В иных высказываниях она пишет, что Он второй после Христа. То есть Он занимает то положение, которое до Него занимал Люцифер до своего падения. Он предстоит пред Богом. И Он первый среди всего творения. Он уполномоченный, уполномоченное Богом лицо. Он личный представитель Бога. И Бог всегда, Христос всегда посылает именно Гавриила для самых таких важных миссий, для осуществления самых важных поручений. Что мы видим и здесь. Он явился и Захарии, Он же явился и Деве Марии, и Даниилу, и Иоанну на острове Патмос. И вот Он же является и здесь Даниилу, как мы с вами рассматривали только что. Бог поручает Гавриилу объяснить. Гавриил является ангелом. То есть это Дух. И Он объясняет. То есть Он наставляет на всякую истину. И поэтому этот Дух должен быть называться Духом Истины. Идем дальше. И что же Ему Гавриил говорит? Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени. То есть Он Ему возвещает будущее. Он не только Ему объясняет видение, но и возвещает будущее. Вот Я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Дальше Он толкует это видение. Итак, вот это слово «открываю», «объясни». И то, что Он говорит о конце времени, оно полностью соотносится с тем, что Дух Истины наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам. И обратите внимание, что Гавриил здесь говорит не от себя. Дух тоже не от себя говорит. И Гавриил здесь тоже говорит не от себя. Ему поручает это Христос. И что Ему Христос поручает возвестить, то Он и возвещает пророку. Теперь давайте пойдем в седьмую главу. Здесь также описывается видение о четырех животных, зверях и о малом роге. И вот нас интересует вот этот текст, 16. Данил пишет. «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого». То есть Данил не понимал. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Объяснил. Опять Он наставит вас на всякую истину. Давайте рассмотрим также еще один отрывок, записанный в девятой главе книги пророка Даниила с 21 стиха. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде видений, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, и говорил со мной, и сказал, «Даниил, теперь я и сшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить тебе его, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». И далее он ему объясняет видение о семидесяти седьминах. И нас здесь интересуют вот эти вот понятия, что «вразумлял», «научить», «уразумей», и «возвестить тебе это видение», они все умещаются вот в это понятие, что Дух наставит вас, то есть Он что сделает? «Вразумит», да? Гавриил пытался научить его, вот, и призывал Даниила, чтобы он уразумел это видение, да? Все это, вот эти вот понятия, умещаются в понятие «наставит вас на всякую истину». А вот будущее возвестит, оно также, вот тут вот мы видим, что «я пришел возвестить тебе», возвестить его тебе, то есть возвестить вот это будущее, вот это видение о приходе Мессии и о времени его земного служения. Итак, дорогие друзья, мы видим, что существуют прямые параллели между Мессией Другого Утешителя, как она была выражена Иисусом Христом, и какие термины использовал Иоанн, Исловак использовал Иоанн для передачи вот Мессии Другого Утешителя. И параллель мы видим с Мессией Ангельского Воинства, служением ангелов. Мы видим, что на практике, на деле, да, Мессию Другого Утешителя исполняют кто? Что ангелы, они вразумляют, они наставляют на истину, они возвещают будущее. И много тому примеров, мы лишь рассмотрели это на примере опыта Даниила, описанной в его книге. Мы не касаемся сейчас опыта Езыкииля или Иоанна и других пророков. Достаточно и этого, чтобы увидеть вот эти параллели. Иисус говорит, что Другой Утешитель наставит вас на всякую истину. Будущее возвестит вам. Это значит, что Другой Утешитель будет напрямую относиться к процессу передачи откровения от Бога пророкам, а пророки уже миру. И вот мы видим, что этот процесс передачи откровения он осуществлялся через ангелов. Это послание к евреям, вторая глава, второй стих. Ибо через ангелов возвещенное слово было твердо. Через ангелов возвещенное слово. В другом месте, в послании к Галатам, в третьей главе и девятнадцатом стихе. Третья глава и вот он, девятнадцатый стих. Для чего же закон? Он дал после, по причине преступления, до времени пришествия семени и преподан через ангелов рукою посредника. Опять мы видим, что ангелы вовлечены в передачу Божьего откровения. И также Стефан говорит, что вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Это деяние седьмая глава пятьдесят третий стих. То есть, все это, дорогие друзья, все это, оно так или иначе относится вот к этим словам, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Дух Святой, дорогие друзья, как мы уже говорили об этом выше, это сила, это благодать, это премудрость, это жизнь Отца. Она достигает нас во Христе через служение ангелов. И именно эту миссию выполняет другой утешитель, Дух Истины, как мы с вами сегодня увидели, и на деле его миссию осуществляют ангелы. Вот такое небольшое исследование мы сегодня с вами провели. Пусть Господь благословит вас, изучайте Писание, сравнивайте тексты, молитесь, будьте людьми книги, не держитесь за догмы, а ищите истину, ищите правду и только правду, и Господь вам пошлет Духа Истины, который наставит вас на всякую истину. Благословения всем вам!